Сальвете Амике, я совершенно не погрешу против истины, если скажу, что август стал самым интересным читательским месяцем в этом году. С вами читающая Катерина, и в этом ролике я расскажу, почему так думаю. Поехали! Начнем с неразлучных Симоны де Бувуар. В 1954 году прославленная Симона де Бувуар написала небольшой роман, основанный на истории своей школьной дружбы. Сартер не очень высоко оценил эту рукопись, а сама Симона считала, что роман не удался. Он был слишком личным, и эта характеристика чрезмерной интимности становится понятной с первой страниц, как только мы начинаем читать. Величайшая способность писателя передать словами и образами сложный спектр эмоций. Передать так, чтобы читатель мог пережить их с такой же силой, с какой их переживают персонажи. В неразлучных с первых страниц с ног сбивает искренность, сила и чистота любви, которую ребенок испытывает к своему лучшему другу. Это сопоставимо с первой любовью, только это дружеская любовь. Сильвии 9 лет, она живет в Париже. Все еще в Европе идет Первая мировая война. И вот начинается новый учебный год. В первый учебный день Сильвии приходит в класс и видит, что за ее партой сидит новая девочка. Я уверена, что каждый из моих зрителей проживал с рождения уст дружбы. Сначала вы постепенно присматриваетесь друг к другу, понимаете, что вам как-то интересно и приятно проводить время вместе. Вы постепенно открываете те темы, которые вас объединяют. Вы начинаете все больше и больше времени проводить вместе. Но до поры до времени не сказано тех самых важных слов, которые разрушают всю дистанцию, максимально вас сближают, показывают вот это взаимное влечение, которое у вас есть. И должно быть сказано что-то в духе «Я очень скучала по тебе» или «Ты важен для меня» или «Мне очень нравится дружить с тобой». И вот после этого все меняется. Я по себе очень хорошо это помню, как у меня складывались отношения вот ровно по такой схеме. И Дебувуар с ошеломляющей точностью передала это в неразлучных. Роман состоит из двух частей. В первой части Дебувуара очень наблюдательно и тонко показывают читателю то, как Сильви и Андре оказываются связаны дружбой. Они очень разные, но при этом похожи. Помимо истории дружбы, это еще роман взросления. Для Дебувуар, идеолога феминизма, автора второго пола, очень важно то, что ее героини чувствуют себя некомфортно в тех нормативных женских ролях, которые им предписывает общество. Чем старше они становятся, тем сильнее они ощущают груз социальных ожиданий, тем сильнее они ощущают, что они должны соответствовать этим ожиданиям. И это то, что в наибольшей степени вызывает внутреннее несогласие и стремление бороться. Сильви, отражение самой Симоны, бойкая, дерзкая, у нее много сил, чтобы идти наперекор социальным ожиданиям. Ну, у нее немножко другая семья. Андре или Заза, Элизабет Лакуэн, совсем другая. Она происходит из строгой католической многодетной семьи, она вынуждена подчиняться требованиям матери, она должна быть правильной дочерью, которая оправдает все ожидания семьи, и не только семьи. И этот бэкграунд делает Андре непримиримой во всех этических вопросах. Это и общая религиозная непримиримость, и чисто морально-этическая непримиримость, вот такой вот Андре-человек. И она в первую очередь этически непримирима в отношении самой себя. Она вынуждена подчиняться матери, обществу, вопреки своей воле. И это очень сильно ее мучает. Финал романа показателен. Решившись, наконец-таки, взять свою жизнь в свои руки, решившись на неженственный, неприличный поступок, решившись громко заявить о своем желании и отстоять свое желание, вот в эту решительность Андре вложила все свои силы, и это как будто бы ее подорвало. Конец романа печальный, поскольку и Андре, и Заза умирают от болезни. Официально от вирусного энцефалита в возрасте 21 года. В романе смерть Андре представлена как следствие того, что Андре не могла быть собой. То есть, ей приходилось ломать себя под других, под общество, под мать. И любая попытка все-таки стать собой делала Андре несовершенной, в первую очередь в своих собственных глазах. И она не могла вынести того, что она несовершенна, что она плоха, что она действительно не соответствует тому правильному образу девушки, который существовал в обществе. И Андре не могла этого вынести. Противоречие между внутренним несогласием с той ролью, которая ей отведена, и внешним стремлением приспособиться, удовлетворить всем требованиям, стать удобной, стать такой, какой от нее требует. Вот этот конфликт приводит литературную Зазу к невозможности жить. И для Симоны, мне кажется, это было самым важным вот в этом романе. Она пыталась объяснить, почему Заза, почему Андре не могли жить дальше, почему они умерли именно в этом молодом возрасте. И сила этого образа, сила этого внутреннего конфликта в Андре меня глубоко поразили. Это одна из причин, почему роман мне действительно понравился. Я ни капли не сомневаюсь, что отношения и конфликты, которые бурлят внутри Андре, максимально близки, если не к объективной реальности, то, по крайней мере, к тому, как подругу видела Симона. Это максимально доступная правда, пусть и с оговоркой о субъективности взгляда со стороны взгляда подруги. Если основная канва романа действительно соответствует реальности, то вот разные детали, например, количество братьев и сестер у Андре, как жил, в какой семье жил возлюбленный Андрей и друг Сильвии по имени Паскаль, тоже прообраз реального человека, отражение Мариса Мерло-Панти, с которым как раз Симона познакомилась во время учебы, и многое другое. Эти все детали могут от жизни отличаться. Но эта литература, в конце концов, она не должна быть идентичной реальности. В чем же тогда интимность, в чем такая откровенность, про которую говорят в приложении к неразлучным, если оказывается, что это не дословное воспроизведение жизни? Мне кажется, ответ здесь в том, что Симона обнажила свою душу. Вот такие эмоции, вот настолько они наэлектризованы, настолько они сбивают с ног во время чтения. Вот в этом, в том, насколько талантливо она смогла передать сокровенное, то, что она переживала внутри, то сокровенное, как она думала и наверняка знала, как это все переживало внутри ЗАЗА. Вот передать вот это, обнажить душу, это то, что делает роман очень интимным и очень личным. Неразлучное — это незаконченное произведение, и в нем чувствуется недостаточная проработка конфликтов, преобладание описаний над сторителлингом, то есть немножко не вытянута композиция, а текст достаточно рыхлый. Но тем поразительнее было для меня, насколько сильные эмоции оказались вложены в текст, насколько сильно они отзываются в читателе. И мне кажется, что, возможно, если бы неразлучные были дописаны и доделаны, то роман очень сильно потерял бы в этой эмоциональной яркости. Вот я это вижу так, что очень многие годы и любовь, и горе от потери подруги преследовали Симону, и она села и написала вот этот текст, никак, как бы не думая о том, чтобы сделать это хорошим литературным произведением, хотя, несомненно, талант Симоны все равно здесь проявляется, а именно с потребностью выплеснуть, рассказать, поделиться. Это, как бы, такой трибют памяти ЗАЗы. И за счет этого, вот эта оголенная эмоциональность, оголенные души, которые нам здесь показаны, вот это то, что делает текст совершенно невероятным. Как вы понимаете, я прочла с огромным удовольствием. Это действительно небольшой роман, но при этом настолько многое ты испытываешь, пока его читаешь, это просто непередаваемо. И для меня это точно одна из самых ярких эмоциональных книг, которые я прочитала в 2021. В этом ролике я отойду от традиционного деления на художественную и нон-фикшн литературу. У меня будет все вперемешку, потому что вот книги, прочитанные в августе и немножко в сентябре, они составили некий такой интеллектуальный ландшафт. Какие-то вот они... Я не могу сказать, что они похожие, но они как-то связаны друг с другом и делают для меня вот августовское чтение совершенно особенным. Поэтому мне не хочется делить на фикшн, нон-фикшн. И сейчас, раз я вам рассказала про одну художественную книгу, то я расскажу про нон-фикшн. Клайв Стейплз-Льюис «Человек, подаривший миру Нарнию» Алистера Маграта. Эта книга стала объектом очень насыщенного чтения для меня, и я получила очень много инсайтов, как про Льюиса, так и про саму себя. И все, что я буду говорить, это очень субъективно. То есть, да, я скажу о том, что есть в книге, но те эмоции, которые я испытала, это исключительно следствия того, какой я человек и чем я по жизни занимаюсь. Дисклеймер такой. Летом у девочек Тутокгерлс вышло видео про книжные концовки, которые им не понравились. И Света, в частности, упомянула концовку Хроник Нарнии. К тому моменту у меня были очень общие представления о том, что у Хроник Нарнии есть какие-то связи с христианскими сюжетами. Про Льюиса я знала очень приблизительно и знала гораздо меньше, чем про хотя бы христианскую ипостась Толкина. И после ролика девочек я решила, что настало время прочитать биографию Льюис, которой у меня уже пару лет. Лежала на полках и дожидалась своего часа. Книга вышла в 2019 году в Эксмо. При этом, судя по тому, что выпускающий редактор здесь Фосхуддинов, это должна была быть уже Бомбора. И книгу я купила на стенде Бомбора на одной из ярмарок, но ладно, окей, Эксмо. Переводчицей выступила «Любовь Сум», прославленная переводчица, очень востребованная сейчас на нашем книжном рынке. Также над книгой работали Егор Агафонов, это православный редактор и писатель. Он подготовил полную русскоязычную библиографию текстов Льюиса и о Льюисе. То есть, помимо библиографии, которой пользовался сам Маград при написании книги, здесь есть также подборка того, что можно почитать о Льюисе и, собственно, его книги, выходившие на русском языке с самого начала, когда только переводы начались. Еще «Любовь Сум» благодарит за помощь Николая Эпле, переводчика и следователя творчества Льюиса, и для меня было большим открытием, когда я сначала прочитала неудобное прошлое Николая Эпле, а потом оказалось, что он не просто мой коллега по цеху, потому что он заканчивал классику, насколько я помню, в РГГУ, но он еще и занимается переводами христианских текстов Льюиса и комментирует Льюиса, и вообще перевод и русское издание биографии посвящены памяти Натальи Леонидовны Трауберг. Это переводчица, которая впервые начала переводить Льюиса на русский язык, которая, как здесь совершенно чудесно написана в посвящении, человека, который за руку привел Клайва Степлзе Льюиса в Россию. Вот так вот. То есть это не просто хороший перевод, хорошей биографии, это еще и такой как-то важный объединяющий программный текст о Льюисе, который объединяет всех людей, для которых Льюис является предметом их размышлений, исследований и так далее. Пару слов скажу про Алистера Маграта. Маграт — это оксфордский профессор-этиолог. Очень интересное сочетание, но я так понимаю, что как раз для старых британских университетов это не редкость. Эта биография была написана к 50-летию кончины Льюиса и была публикована в 2013 году. В первую очередь эта книга является интеллектуальной биографией. Очень важная здесь именно интеллектуальная биография, потому что это последовательное восстановление интеллектуального и духовного пути, который прошел Льюис. Какие проблемы его волновали? Какие впечатления юности привели к созданию его ключевых текстов? В чем заключалось христианское мировоззрение Льюиса и какую роль оно оказало на христианские общины по всему миру? Какие идеи лежали в основе просто христианства, которое Льюис формулировал в своих работах и которые сделали его одним из самых влиятельных апологетов 20 века? Макград начинает книгу следующим наблюдением. Есть три Льюиса. Первый Льюис это автор Хроник Нарнии, писатель-сказочник, автор очень прославленных книг, близкий друг Толкина, который поддерживал его при написании Властелина колец. Второй Льюис это христианский мыслитель и апологет. И третий Льюис это оксфордский дон на первом этапе своей академической карьеры, затем он стал кембриджским профессором, он был литературным критиком, литературоведом, блестящим лектором, на лекции которого собирались полные аудитории. Все три Льюиса сводятся Макградом воедино и получается сложный, многосторонний портрет яркого мыслителя. Биография рассчитана на широкую аудиторию, но она написана на твердых научных основаниях. Макград отталкивается от текстов, которые были созданы самим Льюисом. Их он считает самым главным источником, когда речь идет о реконструкции идей. В книге также используются письма, дневники и другие опубликованные документы, либо созданные Льюисом, либо касающиеся самого Льюиса. Макград подчеркивает, что он не был знаком с Льюисом, в отличие от некоторых других биографов, и он опирается именно на письменные документы, на сами тексты Льюиса, и это, возможно, отличает его подход от того, как биографии Льюиса писались ранее. Но, несмотря на ориентированность на широкую аудиторию, Макград в паре случаев спорит с предыдущими биографами и предлагает новые датировки некоторых событий в жизни Льюиса, и это чисто научная кухня. Потому что, чтобы поспорить с предыдущей историографией, необходимо для читателя хотя бы кратко изложить, какие были ранее представления, и вот эти разделы, я думаю, что для неподготовленного читателя, или не для Льюиса Веда, будут немножко, ну, как-то слишком подробными, слишком научными. Но в целом книга написана очень приятно и очень понятно даже для того человека, который только знакомится с личностью Льюиса и знакомится с теми реалиями, в которых он жил. И как вот англосаксы так умело сочетают научный и популярный подход и пишут книги, которые получают высокие оценки как у обычных читателей, так и у специалистов по этой теме, я не перестаю удивляться. Что же в итоге? Маград предлагает реконструкцию того, над какими темами и проблемами на протяжении своей жизни Льюис думал, каким выводом он приходил и какие идеи он облекал в тексты. Книга состоит из четырех частей. Первая касается детства и юности Льюиса до окончания Первой мировой. Вторая часть посвящена студенческому времени, потом началу преподавания, обращению в христианство, дружбе с Толкиным, исследованием по литературоведению и христианской апологетике, апологетическим выступлением на радио в миллиарды раз пытаюсь произнести во время Второй мировой войны и общенациональной славе, которая после этих выступлений к Льюису пришла. Третья часть полностью посвящена хроникам Нарнии, их происхождению, христианской метафорике, возможным толкованием, вот этому всему. И, наконец, четвертая часть рассказывает о Кембриджском периоде, о печалях и угасании Льюиса с 1954 по 1963 годы. В последней главе подводится итог, и Маграт рассуждает, рассказывает читателю о том, какое влияние Льюиса и его творчество оказали на христианство в 20 веке и на историю мировой литературы в целом. Мне кажется, что это очень сильное исследование, основанное на многократном вдумчивом чтении Льюисовских текстов. Жить, думать, исследовать, писать. Вот так я вижу свое собственное будущее, и эта биография позволила мне подглядеть, как то же самое делал другой человек, причем такой интересный, как Льюис. Также я рада систематизировать свои знания о Льюисе, потому что до прочтения он существовал в моей голове только в двух функциях, как автор нежно любимых мною Хроник Нарни, и как еще один Инклинг, который был дружен с Толкиным. А тут нужно пояснить, что для нас с Колей личность Толкина, его научная и творческая работа это идея фикс. Просто толкинистская коллекция собирается не у меня, а на Колиных полках. Теперь моя фиксация на британских фэнтези-авторов середины 20 века немножко сдвинулась от Толкина в сторону Льюиса. Сразу после прочтения я заказала вот эту книгу «Избранные работы по истории культуры» Клайвиста Эплоза Льюиса, которая выходила у издательства «Новое литературное обозрение» в серии «Интеллектуальная история». Это сборник, в котором опубликованы ключевые тексты Льюиса по истории средневековья и по истории собственной культуры, как и заявлено. Так, здесь «Аллегория любви», исследование литературной традиции средневековья, предисловие к потерянному раю и отброшенный образ тоже про всякие штучки, характерные для средних веков. Наверное, вот это ипоставь Льюиса как исследователя средних веков, причем не чисто в Британии, а вообще вот это было для меня самым большим открытием. Я вообще ничего не знала про эту сторону его интересов. Собственно, можно было бы подумать, что вот я прочитала биографию, теперь я все знаю про Льюиса, но нет, мое знакомство с Льюисом только-только начинается. Следующая книга это Кем считать плывущих о Нуне летняя новинка, вышедшая в новом литературном обозрении. Под этим псевдонимом скрывается писательница армянского происхождения Нуне Барсигян. Я боюсь, что несколько раз неправильно произносила ее фамилию за период с лета по осень, но я очень извиняюсь, теперь все верно. У нее выходил уже, по крайней мере, один роман, но я начала знакомство именно с этой книги. В центре романа Кем считать плывущих Берлин. Многонациональный, многоконфессиональный город, принявший в себя и продолжающий принимать несколько поколений мигрантов. Евреи, русские, турки, сирийцы, представители малых дагестанских народов все стремятся в Берлин или уже живут в нем несколько десятилетий и судьбы множества людей переплетаются в этом городе. Плывущие из названия это люди вынужденно оторванные от корней. Это люди, оказавшиеся в новой стране с новым для них менталитетом. Беженцы идут, едут, плывут из ниоткуда, потому что вернуться на родину им уже нельзя, мосты сожжены и они двигаются в никуда, потому что они едут в новую страну, где никто их, по сути, не ждет. Романное время охватывает четыре года. С августа 2015, когда некоторые из персонажей книги решаются покинуть свои страны и отправляются в очень тяжелый и сложный путь миграции, да, и по август 2019 года, когда ряд действующих лиц собираются во дворики дома в районе Принцлауэрберг. Рассказывать содержание романа это лишать потенциальных читателей возможности открыть все самостоятельно. Рассказывать о героях я тоже не вижу смысла, потому что тогда придется рассказывать о содержании романа. Суть этой книги это как раз люди, люди с их эмоциями, мнениями и решениями, которые они принимают. Поэтому, раз я не могу говорить про содержание, не могу говорить про героев, я скажу о некоторых темах, которые мне показались в романе самыми важными. Во-первых, это столкновение Востока и Запада. Обе стороны ощущают это столкновение как культурный шок. Те герои, кто поумнее, наблюдают и описывают различия менталитетов. Те, кто менее чувствителен к таким тонким материям, выражают свое отношение огульными оценками и сильными, часто негативными эмоциями. Во-вторых, что тесно примыкает к вопросу столкновения Востока и Запада, это неоднозначность положения мигрантов и их отношение к их собственному статусу. Потому что есть, например, преступники, которые совершенно сознательно выбирают путь, например, воровства, которые богатеют за счет этого и устраивают практически бафиозные кланы внутри мест временного размещения мигрантов. Но есть и достойные приличные семьи, которые готовы интегрироваться и которые благодарны немецкой стороне за то, что их приняли. Есть те, кто из-за культурного шока не может смириться с нормами светского запада и желает перекроить запад по тем лекалам, которые приняты в исламе. А есть те, кто смиренно принимает все существующие различия. Нуне забирается в голову не только мигрантам, не только иностранцам, но она показывает и берлинцев, как коренных, так и тех, кто приехал поколение или несколько назад. Их страх и ненависть к мигрантам, а также искреннюю готовность оказать беженцам посильную помощь и искреннюю веру в то, что ничего страшного и ничего плохого в мигрантах нет. Больше всего мне запомнилось две главки, в которых показано два застолья. Рождественская в немецкой семье и новогодняя в русской. Там, причем, уже много лет эти русские живут в Берлине. И с изящным параллелизмом Нуне показывает, как за обоими столами говорят об одном и том же, о мигрантском вопросе. И звучат одни и те же фразы. Это такая интересная параллель, и я читала с большим восторгом. И, конечно же, как мы обойдемся без кульминации, без квинтэссенции нарастающих вот этих проблем, которые описываются? Кто же должен уступить? Запад ли должен отказаться от конституционных прав и свобод и от своих ценностей? Или Восток должен усмирить свою религиозную непримиримость? Квинтэссенция, вот этот конфликт ключевой, у которого есть своя кульминация, строится вокруг воспитателя детского сада по имени Дэнни, который является гомосексуалом. Иммигранты, чьи дети ходят в этот детский сад, разворачивают кампанию против Дэнни, против того, чтобы такой человек имел возможность контактировать с их детьми. Кто в данном случае должен уступить? Должно ли руководство детского сада уволить Дэнни? Или это мигранты должны изменить свое отношение в той ситуации, в которой они оказались? И это только один вариант конфликта, а их бывает очень много на бытовом уровне, не только в Германии, по всей Европе, где живут общины мигрантов. Поэтому вопрос, что делать в цивилизационном смысле? Кто все-таки уступает, Восток или Запад? Кто должен отказаться от основополагающих и мирообразующих основ, скажем так? Каждый в каждой ситуации решает по-своему. И, собственно, это потому большая проблема, что нет универсального ответа. И Кем считать плывущих предлагает такой срез времени, фиксацию существующих представлений, мнений, убеждений, чтобы мы могли через 10 лет, например, посмотреть на эту книгу, взглянуть внутрь, перечитать ее еще раз, и вспомнить, да, вот тогда думали и спорили вот о таких вещах. И что изменится через 10 лет, нам только предстоит это узнать. Но мы точно сможем сравнить с тем, что было во второй половине десятых годов. Нуне пишет не просто о людях, а о людях в определенном городе. Если читатель хоть раз был в Берлине, то ощущение особой берлинскости будет его очень сильно преследовать. Лично для меня самым пиком этого ощущения был момент, когда Настя, одна из героинь, едет на велосипеде через Тиргартен. Я не знаю, все мои воспоминания из поездки в Берлин настолько всколыхнулись от этого образа, в этом есть что-то такое удивительное совершенно. Мне кажется, что Нуне смогла схватить и передать вот это чувство берлинскости. Это как бы то, что заставляет очень многих людей влюбиться без памяти в этот город с первого дня пребывания там. И герои неотчуждаемы от города. Если в романе поменять локацию, то роман полностью потеряет смысл. Показать современный Берлин, причем даже не Германию, а лишь Берлин, со всеми противоречиями, которые сейчас существуют, это та задача, которую перед собой поставила писательница. И это, в частности, послание именно русскому читателю. Позволю здесь зачесть одну стату. Мои подруги, приехавшие на Рождество из России, все снова с ужасом спрашивали, как мы с этими беженцами живем, сказала Нина. Да, опять им наши беженцы покоя не дают, возмутилась Настя. Мне это так надоело, ведь объясняешь, а все равно не понимают. И это попытка объяснить, что же там происходит с немецкими, берлинскими беженцами. Мне кажется, что это важный текст, и лично для меня, кто задумывается над вопросами столкновения Востока и Запада во всех его проявлениях, исторических и современных, для меня этот роман был важен, и я продолжаю возвращаться к нему в собственных размышлениях. Следующий роман это Искатель Таны Френч. Я ничего не читала у Таны Френч, и в принципе, Искателя тоже читать не планировала. Полицейские на пенсии расследуют какие-то темные истории в глухой ирландской глубинке. Мне показалось, что это предельно банально, и ничего интересного в таком сюжете сказать уже нельзя. И я признаю, да, что такое осуждение было сказано человеком, который не любит детективы и не очень много их читает. И да, от меня это слышать достаточно странно. На старителе эта книга вышла в сентябре, как раз в тот период, когда я втягивалась в новую работу, и мне было тяжело читать что-либо в бумаге, и я слушала очень много аудиокниг. К тому моменту я уже послушала несколько ромфантастических книг, и я присутилась вот так вот. Мне хотелось чего-то другого, но я не знала, чего именно. При этом мне не хотелось, чтобы это была какая-то сложная книга, над которой я хочу думать. Мне хотелось вот что-то, что не будет требовать от меня никаких обязательств, если мне вдруг не понравится, что я могла бы совершенно спокойно бросить. И вот в этот момент мне попался на глаза Искатель. Это была примелькавшаяся новинка, я уже какое-то представление о том, что там будет, имела, и я решила попробовать. И в итоге прослушала всю аудиокнигу, не отрываясь за полтора вечера. И в данный момент я открыта к любым предложениям о том, какой роман Танны Френч лучший, и какой мне следует прочитать дальше, чтобы познакомиться с творчеством писательницы. Искатели правда повествуют об отставном американском полицейском, который после развода уезжает из США и покупает земельный участок в Западной Ирландии. Едва ли факт наличия свободного огромного куска земли в сельской местности должен удивлять, потому что сюжет романа разворачивается на фоне стареющей деревни, в которой все меньше и меньше крепких фермеров с сыновьями, там только бы были. Вот сыновей нет, которые могли бы наследовать землю, соответственно, холостяк умирает, и земля остается ничейной. То есть никакой преемственности, все стареют, молодежь не хочет оставаться в деревне и уезжает в города. Да, проблема. В эпоху глобализации деревня, показанная в Искателе, живет за своим замкнутым сообществом. Местные насторожены насторожены чужакам и очень, очень сильно не хотят, чтобы в их жизни вторгались извне. И даже событие, про которое я не могу вам ничего сказать, потому что это все-таки роман с детективным элементом, лишь ненадолго баламутит воду в этом стоячем омуте, и вскоре все возвращается к тому, как и было раньше. Келл, наш главный герой, остро чувствует разницу между безмятежностью безымянной ирландской глуши и остротой полицейской работы в Чикаго. И разумеется, бывших полицейских не бывает, полицейский вечно полицейский. Внешне, конечно, жизнь в Ирландии и жизнь в Чикаго различаются, как небо и земля, но на тренированный взгляд Келла невольно фиксирует детали, умалчивания и интересы, которые присущи его соседям. В конце концов, люди везде люди, человеческая природа идентична, что в Чикаго, что здесь, в Ирландии, и различаются лишь обстоятельства, в которых люди живут. И я сначала была уверена, что это роман о человеческой природе, о том, что, ну, там, самое страшное это люди и то, на какие поступки они способны. Но роман смог меня удивить, потому что это оказался роман о замкнутом сообществе, стремящемся изолироваться, в том числе от государства и государственных структур, о сообществе, которое имеет свое представление о своих, и Келлу, как чужаку, далеко не сразу будет позволено через инициацию присоединиться к кругу своих. И это прям реально невероятно интересно. Поразительно, что это оказывается возможным в 21 веке, когда вроде как интернет, мы там знаем про то, что происходит на другом конце света, и да, 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 но вот есть вот такие вот изолированные, замкнутые сообщества, про которые извне мало что известно, и там тоже что-то происходит. Это какое-то возвращение в крестьянские общины, в домодерновую эпоху, когда никто не знал, что происходит там в 10 километрах от места проживания. Для меня это было очень освежающе и очень ново. Искатель — это история без банальной морали, история спокойная, но спокойная, как тихий омут. Она противоположна традиционному представлению о детективе, поэтому очень часто проискатели говорят, что это вовсе не детектив, хотя все-таки элемент есть, потому что в какой-то момент Кэла вынуждают решиться на некоторое расследование. Я видела отзывы, и читатели жаловались, что скучно, что нет движухи, ничего не происходит, а мне, вы не представляете, мне так нравилось, как Кэл постепенно присматривается к соседям, как соседи постепенно присматриваются к нему, это такое хождение по тонкому льду, никто никому не доверяет, это постепенная-постепенная притирка, как Кэл определяет границы внутри этого сообщества, в котором он оказался, сначала вроде как, ну, как бы приехал и приехал, там соседи более-менее дружелюбны, а потом он заступает на ту почву, на которую соседи не хотят, чтобы он заступал, и вот это тонкое изменение отношений и реакции людей вокруг, которые происходят, постепенно Кэл выясняет, что какое-то поведение с его стороны не поощряется, и это тоже становится источником для собирания некоторых сведений, для некоторого расследования, на которое его кое-кто вынудил. Я совершенно искренне и горячо рекомендую вам прочесть или послушать искателя, если вы хотите какой-нибудь спокойный, но умный и интересный текст на пару вечеров. Искатель подойдет отлично. Дальше внезапно мое темное японское прошлое прерывается наружу, я показываю вам мангу, это кофейный дневник Томиты Айхара. Манга, изданная Екатеринбургским издательством Comics Factory, автобиографично. Томита Айхара был студентом факультета дизайна и тогда же он устроился на свою первую работу в кафе. Увлекшись латте-артом, он стал все глубже погружаться в мир кофе, открыл для себя спешлти-зерно, узнал про процессы обжарки, стал учиться различать вкусовые профили разных терруаров, то есть кофейных зерен, выращенных в разных странах, в разных климатических условиях и как следствие имеющих разный вкусовой и ароматический профиль. Вместе с такими же увлеченными друзьями Айхара съездил в Европу и познакомился с европейской кофейной культурой и из этой поездки он привез твердое намерение открыть собственную кофейню. Я всецело поддерживаю, кофейные люди очень хорошо это поймут. Вообще изначально Айхара хотел быть мангакой, как его отец, но это сейчас будет немножко грубо. В художественном плане Айхара оказался не слишком одарен и если посмотреть на то, как нарисована эта манга, станет вполне понятно, что конкурентоспособность Айхары на рынке мангак была бы не очень высокой. Манга нарисована достаточно просто и да, наверное, на отдельное произведение это не тянет, но как такая история успеха и в том числе мерч для его кофейни это вполне неплохая история. Да, значит, как мангака Айхара не смог состояться, но как бариста и руководитель кофейни и впоследствии уже не одной он отлично себя показал. Кофейный дневник это рассказ о том, как группа друзей делала своими руками кофейню, какие ценности стоят за их деятельностью и какие цели они мечтают реализовать. Кроме, собственно, истории того, как Айхара обратился к спешлти кофе, как он открывал кофейню, здесь есть информационные карточки, в которых Айхара рассказывает о разных этапах производства кофейных терен и о тонкостях заваривания. Если бы мои любимые кофейни нарисовали бы мангу, рассказывая о том, как они запустили свой проект, я бы скупала вообще не глядя, вообще любые книги, где бы рассказывалось про их опыт. Классно! Я вообще только за! Но приходится читать мангу японского бариста, руководителя кофейни, за неимением альтернатив у нас. Для меня вся вот эта просветительско-кофейная сторона была уже максимально знакома. Вообще, да, кстати, тот факт, что Айхара много рассказывает про спешлти кофе, про его особенности, чем он отличается от обычной темной обжарки, пусть и арабики, но не спешлти, вот это в том числе его миссия просвещать своих посетителей, учить их пить хороший, качественный кофе, к которому можно подходить точно так же, как к сложным продуктам типа вина. Как просветительская манга, которая еще и повышает лояльность к бренду у постоянных посетителей кофейни, просто классная стратегия, я вообще одобряю на 100%. Для меня это все было достаточно знакомо, но я, в принципе, люблю мангу, и в этом году начала вспоминать, что я действительно ее очень люблю. А здесь еще и кофейная история успеха, а я, как ни странно, очень люблю читать истории из кофейной индустрии, из кофейного бизнеса и так далее. Поэтому в целом у меня впечатление максимально положительное, мне понравилось. И я с удовольствием порекомендую эту мангу всем кофелюбителям, которые при этом являются еще и поклонниками манги. Следующая книга это полночная библиотека Мэтта Хейга. Легкая повесть притча британца Мэтта Хейга, автора художественных и нонфикшн книг, который работает с темами ментальных расстройств и депрессии. Я у него читала «Планету нервных». Наверное, это было два года назад. Меня, как и любого книголюба, полночная библиотека заинтересовала образом в библиотеке. Нора, главная героиня, после смерти попадает в книгохранилище и получает возможность узнать, как сложилась бы ее жизнь, если. Если бы она не рассталась с бывшим, если бы продолжала заниматься плаванием, если бы поехала с подругой в Австралию, если бы продолжила играть в музыкальной группе и множество... А, если бы стала исследователем Арктики и так далее. Я долго сомневалась читать эту книгу или не читать, потому что у меня были опасения, что это будет слишком банальная и нравоучительная история, но после того, как книгу прочитала и рассказала про нее Даша Angry Books, я решила, что стоит попробовать. В итоге я была приятно удивлена, возможно, потому что у меня были заниженные ожидания. Форма книги, притча о том, как важно ценить то, что ты имеешь, предсказуема, но интонация повествования максимально спокойная, терапевтическая и поэтому располагающая к себе. Нора вначале искренне уверена, что ее жизнь могла сложиться гораздо лучше, чем она сложилась. Поэтому она без разумий выбирает те варианты, которые ей казались самыми идеальными. Возможность прожить другой вариант собственной жизни это такой безопасный эксперимент, потому что Нора ничем не рискует, она уже умерла. Как только она понимает, что выбранный вариант ей на самом деле не подходит и он не является идеальным, она совершенно спокойно возвращается в библиотеку и это снимает груз страха перед ошибкой. Любые не совсем приятные и плохие вещи, которые могут произойти в этих вариантах жизни, они не совсем реальны, поэтому нет смысла так уж стрессовать и переживать из-за того плохого, что может произойти. Никакого давления, никаких страхов, никакого стресса, совершенно безопасная возможность посмотреть, как жизнь могла бы сложиться, потому что всегда нужно будет вернуться и попробовать другой вариант. В итоге последовательное проживание вариантов позволяет Норе освободиться от сожалений, осознать, какие вещи она на самом деле ценила, пусть и не осознавала это в реальной жизни, которую она прожила, и это все похоже на форму психотерапии. Мне понравилось, что, оказываясь в каждом из вариантов, Нора осознает, что были звоночки, то есть она видит те детали, на которые она закрывала глаза, но которые совершенно однозначно указывали, что вариант совершенно не такой идеальной, как ей казалось бы. Бывший это хорош только на словах, а не на делах, или что профессиональный спорт отнимает настолько много времени и сил в жизни человека, что у Норы не было бы возможности уделять время другой части своей жизни, которую она считает для себя гораздо более важной. И то же самое касается игры в группе. Ее мечты о научном исследовании Арктики были основаны на детских представлениях о науке, а в реальности все оказалось совершенно иначе, и вот та реальность это совсем не то, как она хотела бы свою жизнь провести. Мораль совершенно проста, можно предсказать ее даже не читая книгу, погрязнув в сожалениях о нереализованных возможностях, Нора упускает из вида то, что она по-настоящему ценит в той жизни, которую прожила. И проживание других вариантов просто напоминает ей о том, что и ее собственная жизнь была не так уж плоха. это все познается в сравнении, и Нора получила возможность сравнить. Каким бы банальным и простым этот вывод ни казался, очень важно иногда напомнить себе о простых вещах, потому что проще всего упустить из внимания самые простые и банальные вещи. и книга вот эта нам про такие простые вещи напоминает. Полночная библиотека это художественный текст, который максимально близок к психотерапии вот из всего, что я читала. Он ни в коем случае не заменяет консультацию психолога и тем более работу с психотерапевтом, но как повод порефлексировать, подумать о своей жизни, приложить проблемы Норы к себе. Это очень полезно, потому что в конечном счете мы что-то про самих себя, про свою жизнь, про свое отношение к нашей жизни понимаем во время чтения. И если подходить к книге без завышенных ожиданий, думаю, что она подарит вам вполне приятные минуты чтения. И буквально пара слов про еще одну книгу. Итак, вас публично опозорили Джона Ронсона. Это небольшая нонфикшн-книжка британского журналиста включает в себя несколько репортажей расследований о случаях, когда происходило публичное обвинение людей. Причем не обвинение, а вот именно шейминг, подразумевающее процесс постоянного напоминания о том, что какой-то человек сделал что-то нехорошее, будь это в жизни или в интернете. Общественное осуждение, вплоть до травли и угроз по масштабу и нанесенному вреду чаще всего в историях, которые рассматривает Ронсон, были несопоставимы с масштабом и вредом преступления, которые совершил человек-герой книги. Особенно, если он, например, неудачно пошутил в Твиттере. То есть, ты неудачно шутишь в Твиттере, а потом теряешь работу, и на несколько лет ты становишься персоной нон-грата в той сфере, в которой ты до этого работал. Когда я брала эту книгу, я слушала ее в аудио, я ожидала теоретического осмысления, почему люди в интернете любят забиваться в стаи и устраивать публичный шейминг всех и вся, совершенно не разобравшись в ситуации и не думая о последствиях. Но Ронсон по итогу, как оказалось в этой книге, ставил скорее такую задачу обозначить, что проблема в принципе существует и существует в разных плоскостях. И что публичный огульный шейминг это довольно порочная практика и для того, чтобы все эти проблемы поставить, он искал людей, которые могут рассказать о своем опыте жертв шейминга. Я как читатель уже не нуждалась в постановке проблемы, потому что я прекрасно знаю, что эта проблема существует и в частности какие-то явления, проявления шейминга публичного я в том числе вижу, например, в Буктюбе, а вот как бы социологические или психологические объяснения, явления, что люди действительно идут и начинают массово набрасываться на какого-то человека из-за того, что он совершил ошибку, причем чаще всего совершенно не какую-то критическую, вот мне этого очень сильно не хватает, мне хочется разобраться на более глубоких научных основаниях. Книжка Ронсона мне в этом не помогла, возможно, я найду что-то, что все-таки мне поможет найти ответы. Собственно, сентябрьских книг было всего две, это «Искатель» и «Итак, вас публично опозорили», все остальное было августовским чтением, причем, что про часть книг, которые я читала в августе, я рассказывала отдельно. Это и шестой сезон «Спасители и сына», про который я рассказывала в рамках ролика про Мариотт Мюрай, где-нибудь здесь будет ссылка тоже на него. Я отдельно рассказывала про книги «Мемориала», последнюю из которых дочитывала как раз в августе. Август был потрясающим читательским месяцем, вот книги были еще замечательные совершенно, которые подарили разные эмоции, заставили задуматься над очень разными вещами, но они были прям моими, очень близкими мне по тону, по настроению, по поднимаемой проблематике. Спасибо, что были сегодня со мной, с вами была, как всегда, читающая Катерина, на этом канале мы разговариваем про книги «Историю чтения», до скорейших встреч, Валета и Амики!